Здарова! Сегодня мы обсудим игру, которая наравне с Metal Gear в свое время массово познакомила игроков с жанром стелс и во многом его популяризировала. Речь пойдет о первой части Splinter Cell, об игре, в которой чем медленнее вы ходите, тем быстрее она проходится, и главный герой, несмотря на возраст, прекрасно лазает по стенам и карнизам, а подслушивание диалогов персонажей может повлечь с собой неожиданное открытие. Мне нравится барбитурат. На дворе 2003 год. Главный герой Сэм Фишер, оперативник секретной организации «Третий эшелон», отправляется в Грузию на поиски двоих пропавших агентов ЦРУ, которые недавно перестали выходить на связь. Главный подозреваемый – президент Грузии с озвученным именем Камбаян Николадзе. По прибытии Сэма в Тбилиси события начинают стремительно разворачиваться, раскрывая череду политических интриг и актов международного терроризма, которые, естественно, ведут к очередной угрозе ядерной войны. И поскольку к серии причастен Том Клэнси, все это великолепие приправлено отборной клюквой. Все как мы любим. Стелс-геймплей в Splinter Cell в первую очередь выражается в поиске игроком оптимального пути прохождения уровня, избегая охрану и используя окружение в свою пользу. Так, помимо наличия препятствий и укрытия на уровнях, большую роль играет уровень освещенности помещения и как итог вашей видимости. Насколько хорошо вы видны врагу, отображает специальный ползунок на интерфейсе. Похожая ситуация и со слышимостью. Визуальная индикация уровня шума появится в серии чуть позже, но враги вас внимательно слушают уже сейчас. Издаваемый уровень шума вы можете регулировать с помощью колеса мыши. Самый медленный шаг не издает звуков вовсе. Имейте это в виду. По началу, особенно для незнакомого серии игрока, уровни в спринтерсел могут показаться довольно коридорными. Но не дайте себя обмануть. Карнизы, трубы и вентиляционные шахты ощутимо добавляют нелинейности и позволяют вам проникать в нужные места, не привлекая лишнего внимания. Достаточно просто чуть получше изучить локацию. Как я уже упомянул выше, несмотря на свои 46 лет, Сэм Фишер обладает недюжинными силой и ловкостью, которые позволяют ему с легкостью нейтрализовывать врагов, перемещать их тела, а также использовать разные акробатические трюки. Перед вами узкий коридор и негде спрятаться, Фишер с удовольствием продемонстрирует свою растяжку. Нужные корни слишком высоко? Используйте отскок от стены. Дополняет арсенал Сэма довольно богатый набор гаджетов. Во-первых, это, конечно же, его очки, которые могут работать в двух режимах. В режимах ночного и инфракрасного видения. Во-вторых, это оружие. Пистолет и штурмовая винтовка оснащены глушителями, что позволит устранять цели на расстоянии. Для более громкого решения проблем существуют также гранаты. Штурмовая винтовка, помимо поражения целей, служит также базой для дополнительных обвесов – аэрокольца и электропатрона. Оба устройства нелетально устраняют цель. Электропатрон чуть эффективнее за счет того, что для нейтрализации нужен всего один снаряд, когда аэрокольцо вырубает цель со второго выстрела. Отдельно я бы хотел выделить еще камеру-приманку, которая аналогично устанавливается на штурмовую винтовку. Сэм выстреливает камерой, которая приклеивается к поверхности и позволяет без привлечения лишнего внимания заглянуть за угол и понаблюдать за паттернами перемещения врагов. Если же нужно эти паттерны наоборот нарушить, в камеру встроена звуковая приманка, при активации которой враг покинет свой пост и пойдет посмотреть на источник звука. А когда враг подойдет на близкое расстояние к камере, пускайте газ. Ну и в-третьих, ряд девайсов, использующихся по мере необходимости. Отмычка, лазерный микрофон, настенные минные сенсоры, оптический зон для заглядывания под двери, глушилки камер и так далее. Технологичность снаряжения подкрепляется технологичностью самой игры. Несмотря на то, что игре уже перевалило за 20 лет, играется и смотрится она очень неплохо и сейчас, по крайней мере на ПК. Версия для персональных компьютеров – прямой порт с Xbox, которая среди остальных является самой проработанной в части визуала. YouTube-эссеисты не дадут соврать. В каждом первом видео по Splinter Cell вы увидите фичу с аквариумом, который выливает воду ровно до отверстия, оставленного пулей Фишера. Однако у игры есть одна существенная проблема, касающаяся некорректной работы шейдеров. Освещение и тени не всегда правильно отрисовываются, и, к примеру, в месте, где вам нужно избегать цвета прожекторов, этого света вы видеть не будете. Я допер в чем проблемы только спустя несколько поднятых тревог, хотя на моем экране отображалось, что Сэм находится в тени. К счастью, эта штука исправляется буквально парой кликов. Все, что вам нужно, это зайти в папку с игрой, найти папку, где лежат конфигурационные файлы, открыть файл splintercell.ini и раскомментировать строку, которую вы видите на экране, путем удаления в ее начале точки с запятой. Далее сохраняем файл, и вуаля, прожекторы и тени работают нормально. Но если хочется заморочиться и еще сильнее улучшить визуал в части освещения и теней, вы можете сделать это с помощью приложения DJ Voodoo 2. Как видите на скриншоте, итоговая разница в картинке довольно ощутима. Оставлю ссылку на гайд и дополнительную техническую инфу в описании под роликом. И пару слов об озвучке. Озвучка это что-то особенное. Думаю, я что-то видел, думаю, я что-то видел. Качество самого звука в русской версии оставляет желать лучшего, но это не то, на что бы я хотел обратить ваше внимание. Цимис непосредственно в самих диалогах. Тот, кто в свое время их переводил, оставил кладезь мем материалов для будущих поколений. Интонации, акценты и сам текст заслуживают Оскара Базарю. Мы уже проверили этот коридор. Мы могли упустить что-нибудь. Проверим еще раз. Как мы могли пропустить кого-нибудь? Послушай, это приказ самого Вячеслава Гринько. Если хоть один подонок останется в живых, он со всех нас скальп сними. Ну ладно. Че ладно? Ничего. Подожди секунду, мне нужно зайти в комнату. Для мальчика. Давай быстрее. Я думал, кухня закрыта. Это специальный заказ для полковника Кобиашвили. Прекрасно. Можно? Пожалуйста. Спасибо. Тебе спасибо. Хотя, надо признать, игра иногда дезориентирует и может путаться в показаниях. Больше всего досталось бедолаге с фамилией, которую вы видите на экране. За одну и ту же миссию переводчики умудрились исковеркать эту фамилию трижды. Вот тут он Дафферти, тут он Доэрти, но персонажи не согласны и считают, что он на самом деле Дугерти. Мы не сдвинемся с места, пока не получим Дугерки. Оригинальная озвучка тоже в полном порядке. Давайте сыграем в игру. Сейчас на фоне черного экрана вы услышите коротенький набор звуков. Ваша задача угадать и написать в комментариях, какое действие этими звуками сопровождается. Как вы могли заметить, Майкл Эйронсайт воистину универсальный актер. На фоне всего вышесказанного, я хотел бы порекомендовать вам пройти эту игру. Особенно, если вы по какой-то причине в свое время ее пропустили. Серия Splinter Cell почти на 10 лет заняла нишу компьютерных стелс-экшнов. Особенно, если учесть, что коллега по жанру в лице серии Metal Gear на те же 10 лет пропала с ПК-шных радаров и была доступна только на консолях. Что, в свою очередь, поспособствовало всенародной любви пекарей именно к суровому, но обладающему тонким чувством юмора Сэму Фишеру, а также к его коллеге и другу, еще более суровому Ламберту. Мне кажется, Николадзе хотел... Оставь труп в огне, тогда меньше объясняться с его семьей. Естественно, рекомендую играть в Splinter Cell на ПК, ввиду того, что компьютерная версия является наиболее детализированной, а также поддается дополнительной модификации. К тому же, ПК-версия включает в себя дополнительные три миссии, продолжающие сюжет игры и отвечающие на некоторые оставшиеся незакрытые вопросы оригинала. Чтобы миссии появились, их нужно отдельно докачать и распаковать в папку с игрой. Аналогично прикладываю ссылку на гайд в описании под роликом. А вы поставьте лайк этому видосу, если он вам зашел, подпишитесь на канал, а также гляньте другие мои обзоры. И подписывайтесь на мой паблик ВК и заглядывайте на канал в Дискорде, ссылки где обычно. А я пойду искать время на прохождение Baldur's Gate 3 и всякого другого запланированного. Держите кулачки. Спасибо вам за внимание, увидимся в следующем ролике. Держите кулачки.